Несколько лет коронавируса и вот новая инфекция – оспа обезьян. Хотя не такая уж она и новая. Впервые у человека выявили эту болезнь еще в 70-м году прошлого века в Конго. С тех пор периодические вспышки возникают в разных странах. 14 августа глава ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за распространения оспы приматов. Почему просто активнее стал, мы можем с вами сказать, начиная с 80-го года отменена вакцинация против оспы натуральной. А вирус оспы обезьян по своей антигенной структуре очень похож на вирус натуральной оспы. И поэтому, когда отменили вакцинацию в мире от натуральной оспы, поэтому и начали регистрировать случаи уже оспы обезьян непосредственно. То есть до этого та прививка, на принципе, помогала? На 85% прививка против натуральной оспы, она эффективна и против оспы обезьян. Сегодня болезнь распространена в основном в африканских странах. Оспы обезьян протекают в острой форме, с лихорадкой, увеличенными лимфоузлами, пораженными слизистыми и характерными папулами. Бывают и летальные случаи, но эксперты считают, что даже такое редкое заболевание не повторит ситуацию с коронавирусом. Если мы будем сравнивать с ковидом, с гриппом, она гораздо менее опасная, то есть не настолько она контагиозно передается. И если мы говорим о путях передачи, в частности, чаще всего это контактный путь передачи. Непосредственно, если общение с тем же грызуном, либо с обезьяной идет тесный контакт через кожу, через слизистые. И все же в регионе к вспышке оспы относятся серьезно. В Алтайском крае заблаговеременно и на системной основе осуществляются все необходимые меры для выявления данной инфекции. В рамках федерального проекта «Санитарный щит» во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль. Специалисты ведомства анализируют ситуацию в режиме реального времени, выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе и среди пребывающих. Кроме того, в Алтайском крае при необходимости готовы выявлять оспу обезьян с помощью тест-систем, которые были разработаны Роспотребнадзором. Вероятность того, что эти тесты пригодятся, мала, но она есть. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.